всем привет вы на канале гараж 28 и давненько у нас не было рубрики destruction то есть просто чего-нибудь разломать кто смотрел последнюю серию по подгонам от друзей видели что очень много хлама разного приехала включая вот этот факс также два ламинатора было машинка для проверки купюр телевизор монитор компьютер и два принтера один принтер оказался более менее рабочий нужно только заправить и на него уже глаз положили знакомые монитор может куда-нибудь с багром телевизор то ли работает то ли не работает непонятно ламинатор один у меня уже утащили исправные 2 неисправный само собой брусь и факс 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 кассеты нету вещь по сути уже устаревшая кто не знает что такое это блин телефон который мог отправлять бумажки на другой конец провода то есть вот сюда вставлялся лист а4 звонишь по номеру телефона комната типа здравствуйте такая-то организация примите факс там говорят хорошо стартую нажимают старт ты нажимаешь тоже старт и допустим какой-то рекламный листок полностью проходит через факс сканируется и по проводам уходит на тот конец провода там такой же факс начинает распечатывать то что прислал ты ну и в обратном порядке тоже тебе звонит и говоришь али в этом говорят примите факс и так стартую и идет передача в обратной последовательности то есть там кто-то подает листок сканирующую часть факс его сканирует передает по проводам данная а у тебя здесь все вот это пропечатывается на какой-то бумажке потом ты его так отрываешь смотришь поездка в военкомат спасибо ну это так больная тема и так что мы имеем здесь у нас считывающая головка кстати он чем-то залит довольно сильно наверное кто-то любил куда-нибудь сюда ставить кофе вот здесь тоже все залито кому не видно да надо отмывать по идее но мы ничего мыть не будем потому что мы его сегодня просто раздал басим здесь механизм для прокрутки листа который идет с вашей стороны с данными здесь нажимайся все уже плачевном довольно состоянии здесь рулон бумаги не туалетной сама собой такая специальная по моему это термобумага сейчас уточню до термобумага то есть здесь лазером по-моему для чем-то выжигается текст и читаешь его бумага здесь заправлялась вот сюда тут написано insert way and recording piping batwin в ба 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 короче вставьте сюда конец записывающей бумаги для распечатки это херни короче и вот так вот эту надпись направляются бумага закрывается он так пик 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 короче так давайте подадим на него напряжение потому что он быстрее всего даже рабочий включаем загорелись светодиодики здесь нет кассеты в предыдущем факсе была кассета а здесь блин нет он ищет кассету здесь обычно номер телефона этой точки указывался он узнал что я открыл лоток все заедает по идее можно даже как-то тестовую страницу наверно запустить я забыл как ими пользоваться уже давным-давно факс телефон т.а.д. передача данных каких-то и факс будильник есть выход бумаги питание а или конец бумаги программа само собой здесь есть автодозвон здесь была он куда-то звонит кстати здесь есть записная книжка на 10 номеров здесь можно было сбить номера присвоить каждой кнопке какой-то свой номер здесь так как это не цифровое все-таки устройство ставилась аудиокассета мини формата и она записывала то что допустим кто-то звонил типа вечером а контора не работала срабатывал автоответчик типа здравствуйте вы позвонили туда-то оставьте свое сообщение после звукового сигнала пик 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 и кассета начинала записывать а человек там надиктовал короче алды знают а молодежи это в принципе ни к чему сейчас вот такую грабину любой сотовый телефон мобильный смартфон заменит картинки из интернета мы качаем целые книги и целые библиотеки мы друг другу перекидываем а это фигня просто для дозвона для телефонной книжки для записи разговоров и передачи бумажных распечаток по сути бумажных распечаток то есть все что на а4 было напечатано можно было передать всего лишь на тот конец провода сейчас в 2023 году посредством обычного смартфона можно передать не только картинку вдоль секунды можно видеоролики перекидывать музыку и прочее 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 поэтому технологии не нужны передаривать кому-то смысла не вижу потому что никому не нужны теперь факсы их просто зачастую выносят на помойку и выбрасывают а здесь какая-то контора осуществляла переезд поэтому и такие подгоны были компьютер монитор телевизор два ламинатора детектор купюр и факсы и два принтера то есть полный комплект оргтехники на одну персону да включая телевизор для досуга ладно чем болтать короче бомбим все там нафиг дело потому что мне он нафиг не нужен просто выкинуть его я тоже не хочу потому что полагаю что в нем очень много интересных разных решений разных деталек двигателей раз это все-таки подающие какие-то механизмы ну и просто электроника провода опять же какие-то направляющие штыри штоки и прочее конечники в конце концов светодиодики ладно не буду на видео снимать как я его разбираю просто потом покажу всю кучу электроники что из него достал тем более место на телефоне кончается поэтому магия ютуба и так для меня уже кстати два дня прошло потому что не получилось за один вечер снять народ ездит туда-сюда все отвлекают то все 5 10 короче суета постоянная и так что мы имеем после разборки факса очень много ненужной пластмассы которую в принципе даже негде использовать сразу поедет на мусорку это первая часть это вторая часть нижнюю часть факса использовал как поднос для запчастей очень-очень много пластиковых деталей если какую-то мелочевку можно и оставить тоненькую типа что-то где-то потом подпаять такие вот непонятно отлитые вещи ну просто негде использовать макета корпуса не не пойдет само собой все это бесполезный хлам трубка из нее тоже все вытащил можно стать из нее сделать bluetooth колонку по приколу аккумулятор влезет усилитель влезет такая вот херня будет лежать и петь смешно но прикольно пока что ради прикола я ее оставлю и лицевая панель сейчас когда ее переверну из нее все кнопки само собой выпадут как-то так тоже ничего интересного нету куда вот она все прикольно все красивенько но все на хрен не нужно и так это была пластиковая часть факса то есть его корпус по металлу ну полкило металла будет разные какие-то экраны направляющие держатели ролики в мягкой правда прорезиненная или какой-то типа поролон нет резины прорезиненные ролики для зацепа и подачи бумаги разные шестеренки само собой шестеренки я обычно не выкидываю оставляю их штоки тоже нет нет да где-то могут пригодиться как направляющие очень прикольный шток гладенький отполированный но пока что никаких планов на все это нет еще два уголка какой-то на плате был наклеен экран и я не знаю что это но по моему это как раз та часть факса которая прожигала текст на термобумаге в трубке был вот такой утяжелитель по виду очень похоже или на олово или на свинец для оловы легковат для свинца в самый раз плане магнита точно это не металл но в смысле не железо не стали ничего такого и переходим к электронной части факсов там немножко поинтереснее итак начнем с верхней панели это у нас как раз под лицевой панелькой находилась плата вот так она стояла здесь у нас был магнитофон записывающий вот эти микрики все можно выпаять такие вот микрики мне нафиг не нужны двухконтактами в принципе пыли защищенная не влага но пыли защищен потому что набор кнопок цифр номера как раз самый часто используемый был раньше это сейчас все можно через телефонную книжку делать есть какие-то светодиоды их тоже можно будет выпаять шлейф не знаю куда разъем само собой не нужен плата само собой не нужно в общем микрики да микрики часто в мышках приходится менять каких-то проектах делать кнопочки и прочее так вот это была плата от планочки со стеклом вот еще одна планка какая из них читающая какая из них печатающая я не знаю здесь судя по всему что на всю плату приходит всего лишь два контакта это вообще какая-то как то ли подсветка то ли фото датчики то ли еще что то такое здесь еще какая-то опта приблуда непонятно можно спаять конденсаторы сам оптодатчик не нужен провода само собой можно оставить на распайку провода в большинстве своем в шлейфах идут все многожилки мягоньки то есть на какие-то маленькие проекты в самый раз так это у нас механизм кинематика для микро кассеты мини кассеты записывающая и воспроизводящая головка здесь у нас стирающая головка прижимной ролик двигатель электромагнит который во время включения прижимал головку к ленте ну и сама механика кинематика кто как называют еще одна плата с оптореле то есть здесь была какая-то линейка от кнопки или от конечника которая заходила вот в этот паз то есть здесь что-то типа оптофотодиод или что-то такое потому что нарисован диод быстрее всего один излучал второй принимал и линейка которая туда попадала она перекрывала сигнал она перекрывала луч свет и давала сигнал оптодиоду о том что контакт завершён так основная плата это мозги так понимаю символически кстати на корпусе на нижней части был маленький лючок который давал доступ именно вот к этой микросхеме то есть предполагалось даже что их можно было типа не перепрошивать а модернизировать менять какие-то функции одну микросхему достал другую вот здесь впаянная батарейка сомневаюсь что она живая да и ни к чему она тут с платы толком нечего брать опять же для меня так только конденсаторы но в конденсаторах в принципе я не нуждаюсь разъемы да в принципе вот такие разъемы еще может быть куда-то пойдут можно их оставить даже вместе вот с этими шлейфами а ось какую-то поделку пойдет микросхемы быстрее всего узконаправленные какие-то опять же очень долгий процесс их выпайки само собой присутствуют smd детали какие-то транзисторы какие-то сопротивления цешки и кондюры рки сопротивления кушки это у нас транзюки еще одна плата быстрее всего что-то по коммутации шло здесь вот такой переходник на верхнюю часть платы шел верхняя часть плата у нас где нет ни здесь какую-то часть плату он втыкался короче здесь у нас разъемы rj6 для телефона здесь у нас тоже разъем rj6 для телефонной трубки был здесь линия вход линия выход здесь трубка с микрофоном и громкоговорителем динамиком здесь какой-то регулятор ползунковый вот эти переключатели тоже пригодятся один трехпозиционный 2 двухпозиционный одноканальная релюшка какой-то конечник смотрите какое интересное решение микросхема была шестиногая ну или что это какой-то элемент две ноги по диагонали откушены она немножко провернута и вот так вот впаяна интересно быстрее всего одна оптопара заменена на другой тип оптопара такое вот решить опять же кондеры разъемы вот эти разъемы так нафиг не нужны этот разъем пойдет типа для вентиляторов еще для чего-то больше ничего полезного нет а эти разъемы rj6 вообще не нужны сейчас нигде не используются так это у нас вот сетевой фильтр так скажем сразу же через кнопочку то есть готовое решение на 220 вольт с ферритовыми кольцами с клеммником и его можно в паре с блоком питания использовать блок питания у нас вот такая вот шикарная плата здесь подается 220 стоит предохранитель сквозные проходящие дросселя кондеры по питанию так может проследить вход вход передохранитель кондер кондер да по питанию дроссель сквозной катушками пошел здесь еще один дроссель еще одна конденсаторная развязка здесь уже на диодный мост идет вот на диодный мост дальше кондер по постоянке уже идет электролитический ну и дальше все расходится уже по мере необходимости на разное напряжение опять же оптодатчики оптопары микросхема куча конденсаторов эта плата не пойдет на распайку я ее сначала попробую заведу само собой она рабочая раз факс был рабочий и посмотрим какие напряжения она выдаст должно быть как минимум там наверно три напряжения если они будут нужны все это можно оставить ну и вот сюда вот втыкается разъем питания принципе ну практически готовый блок питания еще один шлейф проводов опять же мягонькие даже несмотря на то что факсу наверно больше двадцати лет они еще не сильно задубили даже это сейчас они грубо потому что холодно в гараже сейчас всего плюс 5 градусов я зашел доснять просто ролик не топил печку ничего поэтому холодно в гараже так моторы ака двигатели сохранил все шестеренками но мне кажется что это двигатели не простые а быстрее всего шаговые степ на шаг шаговые 120 ом то есть сюда бесполезно подавать просто напряжение сюда нужно определенные сигналы подавать чтобы двигатель постоянно проворачивать то же самое и второй редуктор с двигателем тоже шикарная передача понижающая тоже степ тоже шаговый митсуми здесь у нас тоже митсуми да митсуми 7,5 дюйма степ где-то 7,5 дюйма но быстрее всего это какая-то своя аббревиатура 120 ом и 180 ом но они еще и разные получается это у нас динамик который находился под трубкой телефона то есть он являлся громкой связью 8 ом 02 ватта это у нас содержимое трубки опять же rj 6 разъем с одной стороны подключен микрофон другой громкоговоритель или тихоговоритель я не знаю как называть короче это динамик который в ухо вещал а это микрофон в который говорил здесь вот такая непонятная плата с одним проводом просто стоит резистор r950 просто резистор припаян к какому-то штырьку который идет в кнопку и все и это даже не фото ничто хрен знает что это такое еще один микрофон который стоял уже неспосредственно в корпусе для громкой связи несколько нулевых или земляных проводков уже под клеммы сделанных охранительно увеличительное стекло не знаю куда его использовать еще проводки еще плата с оптодатчиками еще шестеренка два таких вот тонких зеркала куча каких-то пластинок маленьких шестеренок роликов штеков здоровая пружина и добрая пол сотни болтов разных пружинок направляя к уголков и прочего и еще один какой-то конечник тоже быстрее всего опта вот и все содержимое факса ну в рулон бумаги еще был которая как я напомню является у нас термобумагой да ну что есть что пораспаивать есть чем поковыряться есть блок питания который надо будет проверить и запустить есть нелепая трубка которую можно сделать bluetooth колонкой от фирмы panasonic будет пластик весь пойдет в мусор лезо пойдет все в металл кроме штоков хороших все остальное на распай такое вот видео было она хоть и из тематики destruction но я ничего не ломал просто разобрал потому что ломать такую здоровую грабину здесь столько хлама будет все это на полу будет валяться в общем не интересно было проблемы себе создавать поэтому аккуратненько за один вечерок не торопясь покуривая смотря сериальчик полностью разобрал дальше осталось мелочевка кому видео понравилось или было полезным вот вот даже вот просто снять видос уже разопачкал руки кому видео было полезным или понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на основной канал лайв канал вступайте в нашу группу вконтакте яндекс дзен тикток всем спасибо за просмотр доп материалов не будет как всегда всем всего самого наилучшего и всем пока ну и совсем забыл провод еще остался соединительный между факсом и трубкой он уже настолько задубил столько грязи уже офисной на нем питалась в него что из него толком вообще ничего не сделать вот как-то так все всем пока так ну-ка стоп так доп материалы я вас немножко обманул точнее сказать не хотел обманывать не хотел снимать доп материалы но обернувшись на 180 градусов я увидел сзади себя раздобранный раздолбанный ксерокс и вспомнил что в начале выходных илюха его за кадром мимо камеры разобрал снимать ничего не хотелось от хлама потихоньку надо избавляться и так расскажу что с принтера еще сняли само собой корпус пластик ксерокс такой вот полностью уже пустой то у нас был ксерокс файзер 3117 здесь кроме пластика уже ничего не осталось здесь вот такой двигатель сохранительно понижающий передачей наверно 1 к 18 или 20 и он тоже шаговый 60 или 64 ома или 64 ома . к это не понятно даже вентилятор на нем присутствует внутри даже был картридж состояние картриджа неизвестно также непонятно для меня приблуда кто шарит за оргтехнику разбирается скажите что это по мне так это считывающая головка или что-то потому что здесь стоит оптика и здесь есть предупреждение кейтен класс 3b invisible лазер радиоизлучение не открывать и значок предупреждающий о том что здесь лазер напишите что за херня я отсюда сниму только провода дальше плата прикольный микрик с боковой установкой парочка транзисторов мощных еще один на радиаторе трансформатора еще один транзистор керамические конденсаторы средней мощности резисторы микрик можно спаять он как раз боковое остальное у меня все горизонтальное особо больше выпаивать нет чего куча диодов всяких транзисторов резисторов но все это мелочь нафиг не нужно и илюха даже не стал разбирать с шасси снимать блок питания с распределительной платы да здесь у нас тоже выключатель питания сразу розетка то есть разъем питания опять же ферритовые кольца опять же предохранитель конденсаторы по питанию по высокому сквозные дроссели кондер сквозной диодный мост кондер уже по постоянке и дальше раздача разных напряжений пошла здесь по моему даже они подписаны напряжение 24 вольта еще 24 вольта короче несколько пар на 24 вольта 5 вольт масса масса еще культа фьюзер он то есть быстрее всего сигнал сюда подается для включения блока питания еще была катушечка еще один небольшой шлейф с двумя ферритовыми сердечниками и еще какой-то датчик вот и все что осталось от ксерокса акопринтера вот еще одна херня осталась прокатный механизм который прокатывал через себя бумагу подающий забирающий какой из них какой хрен его знает тоже внимание тепловое излучение 180 градусов ни хрена себе тоже шикарные штоки находятся здесь шикарные шестереночки где-то еще и двигатель наверное запрятан может быть как раз это шестеренка ложилась на тот двигатель который у нас вот здесь не разбирал поэтому я не знаю как почему нет косой зуб идет здесь прямой зуб это не отсюда вот теперь точно все теперь я точно умазался весь все подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видосы впереди еще много чего и разберем много чего и починим много чего еще и расхлечем чем быть изобретем что-нибудь соберем обязательно кому-нибудь что-нибудь подарим у меня была мысль кстати избавляться от хлама не только посредством друзей как бы друзья разбирают но далеко не все допустим те же компьютеры добросборки на всяких там 478 775 сокетах это древнее зло такое она уже никому толком не нужно основная масса друзей уже все укомплектованы такими компьютерами и ребята как бы понимают что это тяп-ляп компьютеры то есть грубо говоря временное решение они их там где-нибудь на даче или в гараже используют где-нибудь на работе для себя само собой они так скажем не немало обеспеченные собирают нормальные комп и вот и компов добросборок у меня ну порядочно я думал может быть какие-то розыгрыши устраивать типа раздаривать эти компьютеры уже кому-то из подписчиков но я даже не знаю как вообще все это дело отправлять как все это дело правильно разыгрывать я конечно подписан на многих техноблогеров кто занимается чем-то подобным они там какие-то рандомайзеры в чат засовывают как-то проверяют подписки на канал еще что-то мне это не особо охота заниматься этим честно говоря это все сложно и это все долго а у меня времени не хватает даже вот просто снимать видосы и монтировать их и публиковать чтобы вы их смотрели потому что у меня запаздывание сейчас идет на полгода а то и больше сегодня 22 сегодня 20 февраля у меня папка на разборе 08 14 то есть за август идет такие вот дела так что я конечно не успеваю даже читать комментарии сейчас на канале довольно много уже больше 15 тысяч подписчиков и это уже порядочный объем так скажем я даже не представляю как справляются блогер у которых там сто или миллион подписчиков у них наверно специальные люди уже сидят для этого кто-то читает комментарии кто-то там занимается монтажом кто-то публикациями кто-то фотошопом но это при условии что идет какой-то доход со всего этого дела так как я просто на своем интересе на своем альтруизме так скажем все это снимаю меня никаких доходов само собой это не приносит это просто приносит мне удовольствие но вот монтаж и публикация мне нихрена не приносит удовольствие снять легко вот зашел в гараж что-то разбомбил при этом камера включена я уже привык как бы к такому режиму поначалу когда начинал свой канал есть как бы пытался что-то как-то сделать правильно соответствовать каким-то правилам там я не знаю блогеров правильно ставить звук какой-то у меня была петличка отдельная потому что микрофон в старой в старом телефоне huawei был говно полное в lenovo тоже был микрофон хреновый сейчас в нот пятом нормальный вроде бы микрофон и со временем я перейду на нот десятый xiaomi посмотрим какой микрофон там надеюсь тоже будет нормально писать звук без петлички я раньше очень сильно стебал со своего голоса он мне дико не нравился сейчас я просто привык я смотрю допустим свой ролик или монтирую свой ролик само собой у меня в ушах звучит мой же голос я к нему настолько привык что мне кажется что это не мой голос я кого-то блогера смотрю раньше поначалу когда начинаешь тебе все кажется не так что здесь ты сморкнулся здесь ты чихнул здесь ты там заикнулся все это настолько вымораживает все это настолько кажется проблема серьезная сейчас это кажется такой ерундой вообще все ненужная фраза все легко обрезается на монтаже раньше старался сразу с первого захода снять годный материал который практически не нуждался бы в редактировании часто спустя несколько лет я все прекрасно понимаю что можно хоть на целый час врубить камеру походить где-то рядом посморкаться попердеть покряхтеть все это потом на монтаже вырежется и только то что нужно останется но и опять же время не надо на это просто уйма я человек работающий обычный рабочий завода не обычно пятидневка я и оттуда прихожу иногда уставший и не до этого мне даже сесть и за ком бывает нет ни желания не сил не времени что просто хотя бы час посидеть что-то смонтировать при этом я поддерживаю просто сумасшедший темп я минимум три ролика выпускаю ну пускай даже два в основном три ролика у меня выходит в неделю сейчас местами я их разгоняю до пяти роликов неделю еще и на выходных еще могу пару шорсов запустить и получается чуть ли не каждый день выходит какой-то контент при этом отдача вообще минимальная идет какая-то дикий спад во первых прошел по подписчикам если осенью они подписывались где-то цифра была около 1000 1200 в месяц то сейчас зимой 400 плюс человек в месяц подписывается при этом сколько отписывается я даже не вижу я просто вижу что ну буквально там какой-то десяток другой человек за за несколько дней за неделю вроде как в общем число подписчиков прибавился поэтому раз у меня не доходят до всего этого руки до правильного введения блога и прочего хотелось бы все таки чтобы канал развивался у меня огромная просьба ко всем зрителям ко всем своим подписчикам друзьям коллегам кто чем может в плане репостов распространение видеороликов лайков комментариев поддерживайте пожалуйста потому что алгоритмы ютуба работают так что если вышел видеоролик и его толком никто не смотрит никто не ставит лайки никто ничего под ним не пишет этот ролик никуда не продвигается он просто так и остается на канале он не попадет в рекомендации к другим зрителям которые на меня не подписаны или еще что то так вот работает вся эта кухня а если видеоролик вышел его сразу там несколько тысяч человек посмотрела его налайкали его прокомментировала там не одна сотня человек youtube машина видит что этот ролик заинтересовал аудиторию значит он заинтересует и другой аудиторию и начинает этот видеоролик предлагать людям даже не подписанным на канал даже тем кто не интересуется моей тематикой типа самоделками и прочим вы сами наверное замечали что вы иногда попадаете на видеоролики которые ну вас вообще никак не касаются но вам их навязывают потому что это ролики которые зашли кому-то и youtube их продвигает пытается охватить еще больше аудиторию чтобы больше людей заинтересовать короче кому интересно как все это работает посмотрите на тематических каналах мне трудно это объяснить я все это знаю но все это рассказать не смогу я тоже в свое время очень много видеороликов посмотрел на очень много ну не очень много подписан на разных блогеров которые занимаются именно продвижением контента раскруткой каналов и прочего но я все знаю как вроде делать но сам я не хочу ничего доделать мне тупо не хватает времени и сил для этого вот излил вам короче свою душу так что по любому за такой душевный разговор с вас лайк такой вот шикарный лайк еще раз спасибо что остаетесь со мной на канале всем всего самого наилучшего самое главное чтобы вы не болели чтобы все ваши родственники близкие люди были здоровы и это уже хорошо на самом деле я вот так считаю все живы-здоровы то это уже хорошо все остальное это уже другой разговор пока и да и и и и и и и и Продолжение следует...